В этом году вы знаете, что мы заняли бронзовый, заняли третье место и получили бронзовый гигант. Поэтому предшествовала очень большая работа, которая была проведена в процессе игр, в процессе тренировок. Это труд многих и многих людей, которые сделали эту победу совместно с нами. Поэтому к этой победе мы лучше шли, чтобы был Бог, Бог терминский. Были победы, были поражения, были неудачи, было все. Были травмы игроков, были финансовые трудности, но все это мы перенесли, все это перенесли совместно с вами. С игроками, с болельщиками, с руководством, которые сидели здесь. Поэтому я от всех души вас поздравляю с окончанием сезона. Хочу поблагодарить всех. В первом числе это вас, тех, кто сделает эту победу. Сказать вам большое спасибо. Я вообще-то говоря, знаете, хоккей это топыли спорта, который, ну скажем так, по-моему, неблагодарен. В каком смысле? Когда мы выиграем, мы такие золотые, мы хорошие прямо. Но когда мы проигрываем, мы слушаем все. И слушают это все не только игроки. Слушают это все и тренера, и руководство, и все-все-все. Поэтому я благодарен вам за те травмы, которые вы получаете, и с которыми вы все равно продолжаете играть. Делайте уколы и идете туда. Потому что это надо. Потому что это мы просим. Потому что это надо вам. Это надо голову. Это надо нашим болельщикам. Это нужно нашим детям, которые смотрят на вас. И я вам скажу, что с каждым годом у нас детей все больше и больше. Сейчас, зайдя на прием, когда принимают детей, там порядка 60-70 детей на площадке. Это благодаря кому? Благодаря тому, что вы показываете на площадке. Поэтому спасибо вам большое, Игорь Халмс. Спасибо большое треническому составу, который сделал лук, чтобы так, чтобы команда выиграла. Спасибо большое болельщикам, которые поддерживали так, команду в Астане, что когда я сидел там на трибуне, сидел рядом президенту, в хоккейном клубе «Борис», и он говорит, «Алибач, а ты что привез, 10 автобусов, что ли?» Когда рядом начали шуметь, кричать. Такое ощущение, что я сижу на «Борисовской игре» по тому шуму, который создают наши болельщики. Спасибо вам большое. Спасибо. Как бы нам ни было блога, как бы нам ни было хорошо, вы всегда рядом с нами. Спасибо большое всему коллективу хоккейного клуба «Астан», которые были рядышком, всегда за вашей спиной делают все, чтобы у вас все было. Огромное спасибо хочу сказать руководству в городе, в лице администрации, в лице Акимата, в лице Маслеката, в лице тех людей, в частности, вот сидит рядом со мной, ветеран спорта, который всегда на хоккейе. Он никогда мне не сказал плохого слова. Никогда. Он всегда говорит, только положительное. Бывает, будет все хорошо, мы в следующий раз выиграли. Спасибо всем большое. Спасибо городу Тимиртау за то, что вы помогли. Это не только наши команды, но и медали всего нашего города. Впервые за столько лет, за столько существует, как и был Кубаристан, мы завоевали эти медали. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Аплодисменты. Добрый день, наружающие болельщики. Огромное спасибо за приглашение на эту встречу. Действительно, сегодня очень спортивная жизнь нашего города, региона. Очень знаменательный день. Я не соглашусь, была Талибача, когда начал хорошо, потом с собой сбросил. Вы знаете, вот создание хоккейного клуба Ростан в нашем городе, то есть те люди, которые стояли у истоков, вы вдохнули вторую жизнь хоккей города Димиртау. Вы вдохнули и дали надежду практически всему городу, болельщикам, прежде всего болельщикам, тысячам молодых людей, тысячам мальчишкам, которые с удовольствием приходят на ваши игры. Я часто приходу на ваши игры, смотрю на болельщиков, с какими глазами эти молодые мальчишки смотрят на вас. Огромное вам спасибо. Спасибо огромное за эти медали. Я думаю, эта медаль стоит очень много. Огромные, длинные слова благодарности, хочу выразить тренинг спонсостава. Вячеслав Михайлович, лично вам большое вам спасибо. Вы настоящий патриот вашего города. Я знаю вас давно и прекрасно понимаю, сколько у вас было предложений. Вы одном предложении отказались, остались в одном городе, и вот с вашей командой вы создали вот эту вот команду, команду, которая сегодня хорошо, красиво играет, показывает хороший хоккей. Огромное спасибо вам, Владимир Владимирович. Я, как никто, понимаю, знаю, с какими трудностями всегда вы сталкиваетесь. Наши телефонные разговоры, наши повышенные каналы, когда начинают областные администрации, наши администрации. Мы вместе решали все эти вопросы. Ну, я думаю, все эти вопросы и в дальнейшем будут решаться. Город всегда будет стоять, будет всегда поддерживать хоккейную команду «Росстан». Потому что это та команда, которая, еще раз повторюсь, вы вернули хоккейную жизнь в наш город. Спасибо игрокам, местным вам поклонам, за ваше божество. Действительно, за те травмы я часто разговариваю с вашим врачом. И вот, когда он мне рассказывает, с какими травмами вы приходите, да, и я всегда поражался, почему ты ему там клеишь, делаешь массаж, полоконсельный, и через 20-30 минут он снова уходит на площадку, и отдает все силы. Это действительно очень большое множество. Не даром говорят, что какие это для игрок настоящих мужчин. Большое вам спасибо. Спасибо всем болельщикам. Вы вносите особую атмосферу, когда сидите на трибунах. Это действительно очень сильно ощущается. Очень часто нам об этом говорят, что самые лучшие болельщики на всей территории Казахстана это болельщики города Тимскал. Большое вам спасибо. Я думаю, что мы в дальнейшем будем прилагать все силы для того, чтобы вам комфортно было в Льдовом дворце, чтобы вы с удовольствием приходили на все игры и поддерживали нашу команду. Еще раз у вас победа, не расстраивайтесь. Это очень хорошая, достойная награда. Я еще раз платы, что вы завоевывали Кубок Казахстана. Я думаю, в скором будущем вы станете чемпионом. Для этого все есть. Большое вам спасибо. И от имени пополучения Македа молодец. Мы вносим огромную благодарность администрации, всем игрокам и руководству нашего хоккейного клуба «Арстан». Спасибо вам большое. Спасибо. В этом году мне исполняется, как я прибыл в город Тимертал в 40-х лет. По окончанию физкультуры приехал в этот город. Город наш является спортивным. Почему я выбрал Тимертал? Это спортивный город. Когда закончился институт физкультуры. В этом городе, когда я приехал, первый был, а в основном был, это хоккей. Бывали спорта, все полностью. В самом начале Казахстана, в нашем городе, был вторым городом по хоккей. Наш город. Вы, в нашем городе, когда мы смотрим на хоккей в последний год, радость одну. Полный зал. Вот каких отношений. Это большой патриотизм в нашем городе. В нашем городе, вы прекрасно знаете, очень много воспитывается спортсмен. Большие надежды у нас сейчас предстоящие на Олимпиаде. Более 20 человек. Хотелось выразить от ваших, от имени всех наших спортсменов, наших городов, пожелать вам на свой будущий год. Очень хорошего выступа. И обрадовать нас, зрителей. Успехов вас! Большое спасибо за сезон. Я от имени молодежи хочу поздравить. Часто с которым мы работаем. Они часто приходят с грустным настроением, когда команда проигрывает. Если в городе играет Арестан и победа, значит весь город празднует. 3000 болельщиков приходят домой с радостными настроениями. Идет рассылка по интернету со всех сторон. Арестан победил. Поэтому сегодня у нас трибуны практически полные. Многие ребята и многие дети хотят заниматься хоккеем. Хотят быть на хоккее. Хотят быть в этом большом сообществе Арестана. Поэтому для города это очень важная штука. Болельщиков по телевизору приятно было смотреть. Я сам смотрел онлайн-трансляцию. Вот Тимук сидел в Акимате. Мы чуть-чуть смотрели, когда 2-1 счет был, когда скользкий счет был. Очень переживали, когда пропустили шайбу на последних секундах. Очень ждали, что решение Сути будет отменить все-таки гол. Но все-таки, наверное, та последняя шайба, которая в овертайме, она была намного слаще. И поэтому в Акимате доля крика тоже присутствует. Поэтому большое вам спасибо, что вы приносите радость в город Тимутал. Спасибо. Можно, можно. Но, конечно, мне еще бы хотелось предоставить слово Александру Васильевичу. Это по словам. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотелось сказать, конечно, поздравить сначала, в первую очередь, ребят с этой тяжелой и действительно достойной победой. Что отдались каждый, каждый из вас отдался до конца. То есть, говоря по спортивной, на последнем из ночи включил вас второе дыхание у вас. Очень было радостно. Когда ехали в Астану, я сразу предчувствовал, что в стадионе Фарковой на кубок, когда Металов поехал, когда мы выиграли. Сейчас поехали, выиграли. Хотелось просто сказать, конечно, и Кренинску, и штабу, и просто. На кем мы видим, что мы живем очень дружно. Хотелось бы выразить огромную благодарность болельщикам за то, как они болеют. Действительно, стадион города Тимиртау, который, вовозовец, признан лучшими самыми посещаемыми в Республике Казахстан. И это благодаря вам, болельщикам. От вас зависит и эмоциональный настрой ребят, и эмоциональный настрой ответственности работников. Республика Казахстан. Спасибо. Вот в пятницу, когда после второго периода мы на «Спорт Казахстана» пошли на улицу, я разговаривал с болельщиком в хоккейном клубе «Би-Борес». Он сказал, что «Аккейный Казахстан» — это единственная, в хорошем слове смысла, агрессивная команда в Лиге Казахстана. Потому что когда флей-офф, ни одна команда Казахстана не хочет попадать на первые игры и попадать в «Форстан». Ну, говорят, жесткая, энергичная, агрессивная команда. Ну, и хотелось бы всем вам сказать огромное спасибо, особенно болельщикам. Это действительно был большой праздник в Астане для нас всех, когда сбегали вокруг стадиона с флагами, и местные жители даже не понимали, что произошло. Большое спасибо всем вам. Я очень хотел вас послушать. Давайте, ребята, кто-нибудь из вас, пожалуйста. Мы верили, дали, дождались. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам за все игры. И были и поражения, и победы. Мы всегда верим в команду, и мы верим. И мы будем оставаться самыми лучшими болельщиками Казахстана за Астану. Я хотел бы выразить большую благодарность всем нашим ребятам, которые в течение сезона играли в «Форстан» и «Форстан». Да, у нас были какие-то разногласия, какие-то моменты, но это мы проходили все вместе, все сплочаясь. Были и удачные игры, и удачные, были провалы. Ну, команда закалялась, показывала характер. О чем вы, Игорь, показывали. Да, это педали, которые бронзовые. Это очень достойное выступление команды. Еще раз повторюсь, что команда существует четвертый год. И в течение четырех лет где-то кубок взрывает. Но мелкими шагами какими-то мы идем все равно потихонечку. Заветная цель, как я повторюсь в интервью, не за горами, а думаю, и финал. Хотелось бы выразить большие слова благодарности руководству области, города за ту поддержку, которую оказывают. Ну и первый еще раз хочу своим ребятам сказать спасибо, то, что в связи с тем дефолтом, который произошел в стране, не опустили руки, как много бывает, и спали в панику, отыграли, отворотили. Ребят, спасибо вам большое. Ну и в конце завершающего слова я бы хотел, скажем, наградить, не наградить, а подарить подарки двум игрокам, которых мы посчитали нужным, что мы, скажем, принесли пользу команды, принесли пользу команды. В каком отношении? В плане. Мы все сделали то, что сделали, смогли сделать. То, что мы победили, это самое главное. Ну, мы бы хотели озвучить подарок нашему капитану, но Трибунцеву, но его сегодня по техническим причинам нет. Поэтому подарок за ним. Поэтому давайте поздравим его. Мы хотели озвучить подарок. Я полезу в игроку нашего группа. Я бы подумали, посчитали и решили, что это кто не дал. Последний матч, это тот игрок, который своим оптимизмом, своим, скажем, как вам сказать, своей жизнерадостью, жизнерадостью, заряжает коллектив, заряжает не только коллектив, но я считаю всех людей, которые... Тони, thank you very much. Спасибо вам большое за внимание. Сезон тяжелый, сезон тяжелый, такой напряженный. Напряженный во всем, но трудности бывают всегда. Они возникают в процессе, в процессе того, что команда играет, травмы, подбор игроков, другие трудности, по испаду трудности, по финансированию трудностей. Но было тяжело. Был тифол, тоже было тяжело. Все равно хоккеисты, как бы, они... Вы знаете, что они... Тоже, как бы, считая деньги, и те деньги, которые они получали сейчас, в цене, как бы, упали. Поэтому было тяжело. Но, как сказал главный тренер, собрались, собрались с силами, собрались с мужеством, собрались с теми травмами, которые преследовали всю игру, вернее, не все игры, которые были. Ну, в финале собрались, в полуфинале собрались, на уколах, на нервах, на злости. Но, видите, вытащили, отыграли, замечательно отыграли, отыграли за третье место. Не получилось побороться в финале, в полуфинале с командой «Ертыш». Ну, в финале, вернее, за третье место выиграл «Би-Борис», получили бронзовую медаль. И я считаю, что... Тот минимум, то, что мы смогли, как бы, физически и морально, мы выполнили. И задачу, которая была поставлена перед игроками, перед тренерским составом, они выполнили. Бронзовая медаль – это очень-очень приятно, очень хорошо. На следующий сезон какие-то уже есть планы, с какими трудностями встречаемся, будет ли финансирование, с кем ведутся переговоры, может быть, велись? Вы знаете, ну, буквально вчера были переговоры, были переговоры со властным акиматом, достигнута договоренность, принципиальная договоренность на словах, что финансирование в следующем году будет увеличено в клубе, это я вам заявляю, официально заявляю, поэтому команда будет существовать, был разговор, сказали так, команда была, есть и будет, поэтому готовьтесь, ведите переговоры с игроками, договаривайтесь, финансирование будет увеличено, сумма увеличена, сумма увеличена, насколько будет увеличена, пока еще не уточена до конца, но было слово дано, что будет, деньги будут, будут деньги с областного бюджета, поэтому, уважаемые болельщики, уважаемые жители города Тимиртава, хоккей был, есть и будет. Как вы знаете, что в августе у нас, каждый август, проходит Кубок Казахстана, проводим, в прошлом году мы проводили Кубок Казахстана, делили на два города, играли в Кокчета, играли в Тимиртава, но финал был, как считай, в этом году было принято решение о том, что играем также на два города, Кокчета, в Кокчета, в Тимиртава, но финал будет проходить в городе Тимиртава, поэтому, уважаемые болельщики, в августе у нас в городе будет хороший, добротный хоккей перед открытием сезона, ждем вас с удовольствием, приходите на хоккей. И приводите ваших детей, когда дети играют на площадке, когда они там, ну, это, как сказали, это мужественный спорт, они наберутся характера, наберутся, скажем так, мужества в этом виде спорта, ну, а потом, сложится у них дальнейшая хоккейная судьба, сложится, не сложится, будут мужчинами, трус не играет в хоккей, ждем вас. Субтитры создавал DimaTorzok